У вас, дорогие, как меня слышно и видно, пожалуйста, нажмите на огонечек внизу, чтобы я видела, что вы меня слышите, видите. Ого, огонечек пошел. Хорошо. Ну что ж, сейчас лето, и у нас тема организации закаливания в летний период. Традиционные и нетрадиционные методы закаливания. Ну, посмотрим, какие же у нас бывают нетрадиционные методы. Во-первых, когда раньше мы говорили о закаливании, мы больше думали, что это тело. То есть ногу в холодной, горячей воде и так далее. Только что закаливаясь надо тело. Но сейчас мы пришли к тому, что человек – это единое существо, и закаливаясь нужно с помощью мыслей и психики. Если у человека устойчива психика, то он меньше болеет. Например, дети до трех лет болеют из-за чего? Часто они болеют только потому, что ходят в детский садик и начинают болеть. Не потому, что там плохо кормят, что еда нечистая, холодная или горячая. Нет, они скучают по маме. И вот это скучание, расставание, травма расставания переходит в состояние болезненности. Ребенок болеет. Я, например, была свидетелем, у нас родственник. Папа ушел, девчонке было 7 лет. Так вот, в отсутствие папы у девочки поднялась температура прямо до 39 градусов. Папа уже был в другом городе, был вынужден ночью, в час ночи приехать на машине. Как только он приехал, через 10 минут у девчонки температура тут же понизилась. То есть здесь мы видим, что работает психика. И, конечно, психикой мы управляем с помощью нашего мысления. Когда мы говорим о позитивном мышлении, когда мы чему-то даем позитивное значение, оно перестает быть для нас травматичным. Ну что ж, какие же, если мы рассмотрим эти три системы, то закаливаем мышцы, на что мы обращаем тело, на что мы обращаем внимание. Мышечная и костная система. Мышечная и костная система закаливаются и становятся крепкими в действии. Пищеварительная система. Дети, взрослые часто болеют, заражаются какими-то аллергией. Это тоже имеет значение. Сердечно-сосудистая система и адаптивные способности организма. Это способность к изменчивой ситуации. Перед падами температуры, иногда вы едете из города в другой город, меняется климат. Живете в сухой местности, решили на воде побыть. Мозг. Мозг – это мыслительные процессы, восприятие памяти, воспроизведение. Потому что когда у нас мозг здоровый, он развивается нормально, и ребенок может идти в школу и хорошо в школе учиться. Это восприятие, когда воспринимает информацию, обрабатывает, запоминает, а потом уже воспроизводит. Умение анализировать это тоже закаливается, приучается. И лето дает нам прекрасную возможность на природе все это развивать. И, конечно же, воображение и творчество. Почему воображение важно? А воображение является результатом всех этих предыдущих ступеней. Потому что воображением мы можем поменять наше внутреннее состояние. И когда мы сейчас говорим о квантовой психологии, квантовой физике, то, что весь мир является частицей и энергией одновременной, и управляя энергиями мы можем менять свойства частицы, свойства человека. И когда мы меняем свойства с помощью воображения, то у нас в жизни происходят некоторые события. Некоторые люди притягивают к себе несчастье, другие притягивают удачу. Почему? Потому что у них воображение так работает. Здесь воображение и творчество играет огромнейшую роль в том, чтобы ребенок или взрослый оставался здоровым. И психика. Конечно, взаимодействие и коммуникация с людьми. Тут я рассказала насчет тоски по родителям. Это тоже взаимодействие. Или когда ребенок приходит в садик и встречается с новыми детьми, он не может налаживать с ним контакт, и он не хочет туда идти, он начинает болеть. Просто болезнь начинается не потому, что рядом вирусы, а потому, что ему дискомфортно с кем-то, с одним человеком. И организм ему помогает. Он болеет, не идет в садик, все нормально. Но в жизни-то мы будем встречаться с совершенно разными людьми. И где же научиться технике общения, культуре общения, наработать коммуникативные навыки, если не, скажем, в детском саду, в школе, общаясь в кружках, взаимодействие с другими людьми. Так что мы будем и в эту сторону смотреть, как развивать психику. Поэтому у нас вебинар называется «Традиционные и нетрадиционные, обычные и необычные подходы». Потому что мы выходим за грань вот этого частичного рассматривания человека только как телесного. Мы рассматриваем здоровье как общую систему. Почему? У нас ведь 80% болезней называются психосоматические. И даже травмы, которые не входят в психосоматику, в какой-то мере вызваны именно психологическим состоянием человека, когда он проявляет невнимательность из-за приутомления или из-за чего-то и получает травмы. Казалось, травмы – это не психосоматика, но первичная причина может быть и в психологии, в психике человека. Взаимодействие с окружающим миром, предметным миром и с природой. Дальше самоидентификация и самоценность – здесь очень важная вещь. И адаптивность к изменчивым ситуациям, потому что, приходя из садика в школу, у ребенка меняется окружение, новая коммуникативная система. Он пойдет в музыкальную школу, в какой-то кружок, новые люди – это тоже изменчивость ситуации. А что в нашей жизни постоянно? Нет ничего более постоянного, как изменения в нашей жизни. Дорогие друзья, коллеги, если у вас возникнут какие-то вопросы во время вебинара, задавайте. Мне будет интересно по возможности, в меру своих знаний, навыков, ответить на них. И вот российский, советский психолог Владимир Викторович Ковалев написал следующую таблицу. Там до 16 лет, но поскольку у нас младший возраст, я взяла вот эту часть. Возрастные уровни нервно-психологического реагирования у детей. До 3 лет это самата вегетативные. То есть ребенок еще не умеет выражать свои чувства, эмоции. У него это проявляется в депрессии, расставании. Отстает речи, может отставать речевое развитие. Хотя не всегда это связано с плохой, отрицательной средой. Иногда среда прекрасная, великолепная, все хорошо. Но, скажем, по роду у него, скажем, папа поздно заговаривал, предыдущее поколение. Он начинает поздно заговаривать и вполне нормально заговаривает. Это нормально. Есть другие, есть, кстати, современные дети, очень интересные, которые не разговаривают словами, но они передают свои все желания. Я встречалась с таким ребенком, девчонка, ей 7 лет. Она очень мало говорит. Она просто наблюдает, смотрит каким-то образом, телепатически. Она добивается всего, чего хочет. Она смотрит на маму. Мама тут же даже не замечает, что ребенок ничего не сказал. Делает все, что надо. Я говорю, а как она с друзьями контактирует? Да она говорит, выходит на площадку, сидит, ни с кем не заговаривает, просто сидит, смотрит. Вот на кого надо, она смотрит. Через минуту тебе подходят с ней и начинают разговаривать. Особые дети сейчас рождаются. Их очень много. И надо быть открытым к этому. Это уже адаптативное состояние наших, взрослых, чтобы мы воспринимали вот эти возможности. Тогда не надо слишком волноваться за то, что ребенок еще не говорит или поздно говорит, мало говорит. Он заговорит, когда надо. Но бывают действительно случаи, когда ребенок плохо говорит. И это саматовегетативный вот этот период, когда из-за плохой окружающей действительности ребенку сложно разговаривать, научиться это действие делать. Тогда, конечно, нужна профессиональная помощь. И в первую очередь, в чем заключается наше закаливание? А в том, что мы закладываем по возможности больше положительных чувств в ребенка. Это мы смотрим ясельные группы. Но дети к нам приходят, даже если уже старше, после трех лет, что самое интересное. У них уже определенный багаж сформированного в семье есть. И мы с этим тоже имеем действие. Если они до трех лет, это не было сформировано, прийдя в садик, мы стараемся помочь в этом. Нарушение сознания, саматовегетативное состояние. 4-10 лет – это негативизм, агрессия, патологическое фантазирование. Страхи проявляются таким образом, когда ребенку страшно, он начинает плохо отзываться от других. Не потому, что он злой, а потому, что ему страшно. Ему кажется, вот если я буду так говорить, то это нормально. Я боюсь, потому что это нормально, действительно, это плохо. Даже взрослые часто так говорят. Агрессия – это как самозащита. Лучшая самозащита – это нападение. Что мы можем здесь делать? Или патологическое фантазирование начинает фантазировать. Ведь реальный мир настолько для ребенка некомфортен, страшен, что он ищет возможности перейти в другую реальность. Чем мы можем здесь ребенку помочь? Показать альтернативные моменты. И в тот момент, когда он проявляет негативизм, говорит, что все плохо, сказать, что все хорошо – не поверит. Но дать ему инструмент, скажем, сказочную волшебную палку или что-то, или, может, шапку-невидимку, какой-то предмет, обладающий волшебным действием, то получается, что ребенок начинает по-другому чувствовать и находит в себе силы. Это и есть профилактика его закаливания, его психики к различным негативным состояниям. И когда он фантазирует, эти фантазии должны… Мы можем дать направление этим фантазиям, при котором у него раскрываются хорошие, сильные, положительные стороны, те качества, которых ему не хватает. Гипердинамический синдром – это легкая возбудимость, импульсивность, но гиперактивность, которая у детей часто встречается, и двигательная торможенность. Обратная сторона этой медали, когда дети действуют несколько медленнее, заторможены они, боятся действовать, или нужно время, чтобы осмыслить. Например, бывает такая вещь. Вы сказали ребенку, он не слышит. Анализ этой информации проходит позже. Я помню, даже в школе училась, когда мне родители что-то говорили, и говорила «что?», и после этого слова «что?» я слышала, что они говорили. То есть звук слышу, а обработка информации идет с задержкой на 5-10 секунд. У детей может быть такое. С возрастом это проходит. Главное не акцентировать на это внимание, как это отрицательное явление. Просто спокойно имейте в виду, что у некоторых детей восприятие и анализ идет с отставанием. Тогда мы постепенно помогаем, даем... Знаете, что мы даем? Вот как растут растения, чтобы хорошо расти. Если мы хотим, чтобы росток хорошо рос, мы уже не берем его, не тянет. Мы его подкармливаем какими-то полезными веществами, наливаем солнце, наливаем воду, поливаем водой и даем доступ к солнцу. То есть мы создаем окружение, при котором этот росток растет. Точно так же этим детям. Им нужно дать соответствующее окружение, чтобы они развивались. В 7-12 лет уже первый переход в школу. Это тревожность, страхи, связанные со школьной адаптацией, потому что меняется среда. Здесь тоже агрессия, двигательная расторможенность может быть и эффективная возбудимость, когда быстро реагирует. Я общаюсь, разные дети бывают разного возраста, играют по правилам. Кто-то возмущает, почему тут правила нарушают, это не так, это не так. У него есть свое видение, и когда что-то не совпадает, они возбуждаются. Здесь уже тоже мы с этим работаем. Давайте приступим по планам. Тело и мышечная, и костная система, игры на физическую активность больше всего помогают. Это догонялки. Дети идут и бегают друг за дружкой. Что самое интересное? Дети часами могут бегать, они не устают. Почему? Потому что когда не устают, когда меняется ритм. Но дети очень сильные устают, когда рядом с мамой, держа за руку, идут минут 20 или полчаса. Почему для них усталость создается от монотонности? Когда чередуется бег, прыжки, ходьба, темп чередуется, отвлекается внимание на это, на то, они могут весь день бегать и не уставать. Так что догонялки – это хорошее дело. Они друг за дружком то бегают, то останавливаются, то переходят из стороны в сторону. Эстафеты помогают. Смотрите, эстафеты что делают. Вот когда дети командами, один за другим, один пошел, побежал, вернулся, хлопнул рукой, второй, третий, четвертый. Смотрите, что здесь происходит. Здесь очень и не сразу включается несколько сфер. С одной стороны, это они бегают и останавливаются по переменам. Второе – координация. Выполнить задание, которое во время этого бега нужно сделать. Донести, принести что-то, сделать. Дальше. Следующее. Во время эстафеты они следят за правилами. Вот детям очень нужны правила. Мы все в мире живем, в мире правила. Правила дорожного движения, правила этикета, правила внутри компании, законы, свод законов по всем параметрам есть. Дети тоже начинают играть во взрослую жизнь. Во всех играх самые простые правила – это предпосылки для того, чтобы ребенок научился жить во взрослом обществе. Так вот, внимание нужно во время эстафеты, дождаться своей очереди, чтобы потом побежать, а не сделать фальстар. Прекрасные игры – это классики, резинки, скакалки. Кстати, я видела в Казани очень интересные классики в парке. Перед классиками дорога такая мелом разукрашена, вот так узорчатая, говорит, то есть это полоса препятствий, по которому дети вначале ходят, потом камешки или там пузыри, по которым они должны прыгать, бегать, и только потом они уже играют в классики, соответственно, то, что прыгают. Классики что делают? Во-первых, вот эта мышечная система работает, когда они бегают, прыгают, косная система, потому что прыжки помогают. С другой стороны, вы обращали внимание? Попробуйте просто попрыгать на месте. Когда вы прыгаете, вы не можете не улыбнуться. И вот если видите, что дети грустные, дайте им попрыгать. Классики, резинки, скакалки, это все прыгают, и они начинают улыбаться. А улыбка это высокое эмоциональное состояние, которое человек отводит от разных болезней. Если мы посмотрим психоэмоциональное состояние, то болезненное состояние, происходит на уровнях стыда, позора, чувства вины и неуверенности, тогда у ребенка, у взрослого иммунная система, она просто голая, она не защищена. И любой маленький вирус его вводит в болезненное состояние. И наоборот, когда они в состоянии радости, смелости, даже могут быть рядом вирусы, они их не коснутся, почему? Потому что эмоциональная структура очень сильная, иммунная система работает как надо, болеть не нужно, и болезни реже, я не говорю, что они вообще не болеют, но реже касаются их, потому что настроение высокое. Игры с мячом. Смотрите, игры с мячом имеют два очень важных компонента. С одной стороны, это координация поймать мяч руками, ногами чем-то, плюс второе, мяч, сколько не играем мячом, мяч ударяет ребенка, а ноги, а руки попадают в него, причиняет боль. Эта боль не опасна, она не режущая, она не колющая, но привыкание идет к чувствам боли. Если мы посмотрим игры прошлого и позапрошлого века, там лапта или такие другие игры, там такие страшные болевые ощущения, что люди привыкали, дети привыкали к болевым ощущениям, там прямо брали палки, бросали, этими или палками могли ударить другого. Здесь они обучались, во-первых, делать это не больно, координировать, а мы сейчас очень сильно боимся боли, но привыкание к боли это нормальная вещь, это повышение болевого порога. В жизни может всякое случиться, и если у человека повышенный болевой порог, то это намного лучше. Он может сопротивляться к адаптивным состояниям земли, и тело служит. сейчас, пару дней назад мы были в монастыре Кирилла Златоводского. Так вот, там, для того, чтобы нести свою службу, что он делал? Он надевал металлическую, тяжелую, на шею, на пояс и на тело. плюс еще крест огромный, 10 килограммов веса, тяжести, он носил на себе как служение. А когда мы смотрели кольчуги стрельцов, так, извините мне, вот эта сетка, которой они защищались, она под 7-8 килограммов. Попробуйте, нося на себе эту тяжесть, это взрослые мужчины делать движения, сражаться, воевать или что-то другое делать. Это мы сейчас, для нас это несусветная тяжесть, да, очень сложно. А когда люди это делали, и что это было? Благодаря этому у них была очень крепкая костная система, потому что костная мышечная система подгоняется по те задачи, на которые его делают. И ученые предвидят, что благодаря тому, что мы много времени тратим, сидя за компьютером, у нас может измениться скелет, у нас может голова выйти вперед сюда, искривление позвоночника, слабая костная система, люди ломают себе руки-ноги, потому что костная система и мышечная система, не получая достаточной нагрузки, становится вялой. И мы видим, люди, которые занимаются спортом, у них осанка прямая, другая, или танцы, да, то есть здесь вот все эти игры помогают, чем больше нагрузки мы даем на мышечную систему, тем она крепче и здоровее. Игры на канатах, и сейчас есть веревочные конструкции, друзья мои, это потрясающая вещь, знаете, для чего? во-первых, во-первых, это развивает вестибулярный аппарат и влияет на что? На логопедические способности, на речевые способности ребенка, на умение думать, мыслить. И если они поднимаются по этим канатам, играть на них, ну, морская болезнь им меньше грозит, потому что они привыкают к этому. пищеварительная система. Например, летом можно в дополнение в еду, то, что сейчас скажу, может многим казаться, ой, да что вы, санитарные нормы и так далее, но вот сколько тысяч лет существует человечество, они росли на дикорастущих травах, ягодах и фруктах. Добавляя их в еду, можно при чтобы организм ребенка привыкал к новым ощущениям. Но самое интересное, вот что обнаружили ученые, часто у детей возникают логопедические проблемы, проблемы выговаривания слов, потому что у них мало тактильных сенсорных ощущений в ротовой полости. Когда они все время едят кашу, вот эту кашу, у них зубы не крепнут, а когда они принимают морковку грызут или что-то такое, у них меняется. И каждый раз, привыкая к новым вкусовым ощущениям, именно вкусы, это могут быть экзотические такие растения, которые в магазине продают, могут быть и дикорастущие травы, которые съедобны, например, лебедок все берут и выкорчевывают, а из лебеды можно приготовить нормальную полезную еду. и это тоже можно давать, я не знаю, может, в рамках садика это возможно, невозможно государственного учреждения, но дома для себя это сделать вас никто не придет, никто вам не выпишет, штрафа какого-нибудь, или крапивный суп, это же полезные вещи, которые раньше питались этим наши предки, наши родные, в случае крапивы единственное надо следить за тем, чтобы если у человека кровь жидкая, им противопоказана крапива, потому что разжижает кровь, если есть такие болезни, при которых кровь сложно остановить, нежелательно. Ну что ж, небольшие временные колебания в режиме питания, например, дети пошли гулять, пришли на 20 минут, на полчаса позже. Что мы делаем? Закаливание это нарушение привычного ритма, температурного режима, или временного. Полчаса ребенку ничего не сделают, но он привыкнет. Но, смотрите, если он будет страдать, ой, мне поздно, это создает напряжение. Но есть дыхательные практики на преодоление чувства голода, которые очень можно применить хорошо. Например, старшая детсадовская группа, школьная группа, дети идут в школу, у них уроки, во время урока он проголодался, ну и что? Он оставит урок? Нет, конечно, мы дождемся до перемены. Давайте поделюсь я с вами вот этой дыхательной практикой, она потрясающе удивительным образом. Ставите руку на живот и вдыхайте воздух в живот. Нет, наоборот, выдыхайте в легкие, а выдыхайте в живот, не наружу, а в живот. Получается такое ощущение, что ваше тело ест воздух, питается воздухом, то есть взяли грудью и выдохнули в живот или попили глоточек воды. То есть таким образом мы меняем наше мышление, что да, я питаюсь воздухом, да, я напилась воды. Научиться преодолеть вот маленькие эти колебания уже есть развитие адаптативных свойств. Работа с пищевой аллергией с помощью самопрограммирования здесь что нужно сделать? Воспитатели садиков это, конечно, вряд ли будут делать, хотя можно и сделать просто, но лучше, если это психологи, которые присутствуют в школе, будут параллельно с этим работать. Это не значит, что аллергены надо принимать, но например, что такое аллергия? У меня пару раз проявлялась аллергия, у меня от апельсина руки белели и чесались, мне достаточно было просто ее почистить, вот эту корочку, причем когда началось, когда началось, у меня его не было, я услышала у моей ученицы аллергия до такой степени, она вошла в класс там 10 минут назад ели, в воздухе были пары апельсина и у нее начинается аллергия, все, я уже знала, если она ко мне, то есть до такой степени, после этого у меня началось, это что значит? Это присоединение эмоциональное, а как это может быть? И организм ее показал, вот это пальцы белели, а потом в один момент я говорю, слушай, а что такое аллергия? Аллергия это когда наш организм воспринимает какое-нибудь явление, как опасное и вырабатывает защитное вещество, когда этого защитного вещества слишком много, там ничего вредного не было для нас, это начинает травить, это защитное вещество травит нас самих. Получается, что аллергия по сути это превышение самообороны иммунной системы. Что мы говорим? Я просто сказала, милый мой организм, это тебе не вредно, это тебе полезно, не беспокойся, все хорошо, я контролирую ситуацию. С этих пор у меня закончилось. Точно так же началась аллергия на тополенный пух. Так, я узнал, что это такое, спасибо, мне этого не надо. Тополенный пух для меня не вреден. И аллергия закончилась, вот это чихание. Иногда дети, они очень внушаемые, у них фантазия прекрасно работает. Если на таком уровне можно сделать самопрограммирование, это очень хорошо. А недавно я услышала очень интересную вещь, клубника, да, является аллергеном. Так вот, клубника, которая выращена на основе натуральных, природных удобрений, не химических, она не вызывает аллергии. Получается, что аллергия вызывает химические дополнения, которыми их проращивают. дыхательные практики, йогические осаны для улучшения пищеварения. Есть простые йогические осаны, например, вы стоите, руки прямые, осанка прямая, опираемся на одно колено, чуть-чуть с одной от рукой вытянув, другую ножку, и в течение 30-40 секунд постоять так. Таких осан очень много, если вы желаете, вы их найдете. Я не профессионал в этой системе, я просто знаю, это одно упражнение, когда мне плохо с пищеварением, я делаю, мне это помогает. Но вы можете вот эти вещи, как идею, взять и тоже использовать. Например, в младших классах уже дети начинают понимать, если у них что-то сложно, то можно сделать. Или просто после обеда взять и подышать животиком. Что это получается? Активизируется мышечная система и пищеварение, улучшается и легче получается переварить пищу, которую они съели. Может ли это называться закаливание? Да, я думаю, вполне может. Сердечно-сосудистая, так, я очень медленно рассказываю, друзья мои, сейчас наберусь темпа. Физическая сердечная сосудистая система требует активности с переменным темпом, то, что дети природно делают, от природы, бегают, прыгают, останавливаются, смотрят по сторонам и тоже. Постепенное увеличение физической нагрузки, то есть, если мы хотим, занимаясь какими-то зарядками, мы постепенно увеличиваем эти нагрузки, тогда у них развивается и нервы, не точка кожи, кожно-мышечные, костно-мышечные системы, но и сердечно-сосудистые, и дыхательные упражнения с периодами остановки сердца. Великий русский кардиолог Гелезаров, не могу ошибиться, я могу ошибиться, не назову имени, но он дожил до 90 лет, в 90 лет практиковал для сердца, будучи кардиохирургом, будучи кардиохирургом, он говорил, что лучшая тренировка для сердца устраивает ей небольшие проблемы, каким образом он выдыхал воздух, оставался без воздуха некоторое время, а потом выдыхал, то есть создается вот это. Для того, чтобы с детьми было это просто, мы делаем квадратное дыхание, оно успокаивает и не сильно. вздох, два счета, два счета, пауза, два счета, выдох и опять пауза, это во-первых успокаивает нервы, потом можно на 3 секунды, да, 1-2-3, вдох, выдох, пауза, 2-3, не дышим, выдох, 2-1-2-3, И тоже пауза. Раз, два, три. Квадратное дыхание. Оно успокаивает нервы, улучшает психоэмоциональное состояние. И вот эти маленькие паузы как раз и есть профилактика для работы сердца. Она не критична. Больше 4 секунд с детьми мы это не практикуем. Взрослые могут и 8, 16, 32 секунды держать, но они делают это постепенно. Адаптационные возможности организма. Игры с водой. Горячее, холодное, хождение босиком по теплому асфальту или песку. И конечно же очень хорошо, если выслали дорожку на земле, на асфальте, скажем, камешками. Они побегают. У нас же есть сенсорные дорожки из пластика сделанные, которые дети ходят с топами, с разными ощущениями. Так вот, они могут побежать по асфальту, по песочку, по травке. Конечно, надо там просмотреть заранее, чтобы не было ничего колющего, режущего стекляшек или острых каких-то вещей. И побегать на них. Вот. Адаптативные способности организма это сон, питание, температурный режим движения. Их по очереди хороший сон. И сон тоже можно чуть-чуть иногда передвигать на минуту на 10-15 в одну сторону, в другую сторону. Если они хорошо спят, все остальное будет. Мы создаем условия. Дети, естественно, бегают, развиваются. Если получаются температурные колебания, то взрослые дети чаще болевают от сквозняка, нежели от температурного режима. И можно внушением тоже здесь при каждом действии использовать внушением. То есть не то, что сейчас холодно или сейчас жарко, а мы оказались в фантастической стране, где вот такая температура. И наш организм привыкает к новому. Мы одели волшебную одежду, скапандр. И мы в этих климатических условиях, скажем, планеты Марс, там жарко. И дети эту жару начнут воспринимать как совершенно по-другому. У них меняется психосоматика, меняется отношение и начинают воспринимать по-другому то же самое к холоду. Это не значит, что детей не надо тепло одевать. Там их тепло одеваем, но при этом работаем еще и над мышлением. Мозг. Друзья мои, лучше всего это кинезиологические упражнения для улучшения восприятия, обработки визуальной и аудиальной информации. Сова и слон. Я эти упражнения очень люблю. Ну, это образовательная кинезиология, гейл Денисона, пола и гейл Денисона. Так вот, в чем слова заключаются? Мы берем, поворачиваем шею, руку ставим сюда и открываем глаза, прямо вот так вылупляем, как у совы, и говорим. Ух, ух, ух. И здесь можно чуть-чуть нажимать на плечика. Ух, ух. И наоборот, другой. Семь раз в одну сторону, семь раз в другую. Ух. Что получается в итоге? Когда мы делаем, увеличивается гибкость, снимается напряжение с этих частей и идет, активизируется кровоток вот этой части, глазной и ушной частей. Улучшается зрение, улучшается чувство восприятия. То, что я говорила, что информация между восприятием и обработкой информации может быть задержка в 5-10 секунд. Она уменьшается благодаря упражнению сова. То есть ребенок лучше осваивает ту информацию, которую он воспринял глазами. Упражнение на развитие мужичка. Что такое мужичок? У нас два полушария, левые и правые, логические и творческие. А вот мужичок – это связующая часть, которая их связывает, да, эти полушария. Когда мы делаем вот такие упражнения, да, вот разные, вот одной рукой и другой, или перекрестные движения, поднимаем левые колены и правым локтем касаемся вот эти движения перекрестные, они развивают связующую зону. Еще очень хорошо развивается, если стоять, заниматься джонглированием. У нас две руки работают. Игра на музыкальных инструментах, потому что подразумевает несинхронные действия двух рук, ноги, устойчивое положение, ну, на трубу поставить бревно и вот выравнивать вот это состояние, попробовать стоять на неровной поверхности. Есть специальные эти диски неустойчивые для развития мозжечка. Вы можете использовать эти упражнения. Они очень хорошо развивают вот эти наши части, как называется, в вестибулярный аппарат, вестибулярный аппарат. Вот так бывает, что прямо слово на кончике языка и забываешь. Восприятие, память и воспроизведение. Что такое память? Во-первых, мы берем информацию, мы ее фиксируем, информация проходит мимо, мы не замечаем. Вокруг нас постоянно идет какая-то информация, но мы запоминаем то, на что мы зафиксировали наше внимание, усвоили, а потом еще и воспроизвели. Потому что если мы не воспроизводим, не можем воспроизвести, это забывание. Мы вроде бы обратили внимание, да, дети учат таблицу умножения, не могут воспроизвести, это забывание. Начинается оно с сенсорного восприятия. Вот когда ножками они ходят по разной температуре, по разному уровню, когда они в рот берут разные вкусовые ощущения, разные структуры. Например, мясо рубленое и мясо не рубленое, они совершенно разные, не по вкусу, а по структуре, по восприятию, по тактильным ощущениям. Ребенку нужно и первое, и второе. Хождение босиком, расширение аудиального восприятия, оно начинается, когда мы начинаем прислушиваться. Когда сидим в лесу или где-то вы играете на природе, а послушайте пение птиц, а кто что услышит, давайте. А послушаем кузнечика, а послушаем, как ветки шуршат между собой, как листья, как машина проехала. Какая-то машина, она в какую сторону проехала, с этой и в другой, или в другой. В закрытом помещении вы это не сделаете, а в открытом, на природе вы спокойно можете это сделать. В закрытом мы делаем другие упражнения, там, включили музыку или что-то. А на природе у нас есть большая возможность это почувствовать. Запахи. Каждую травку можно понюхать, есть ли запах или нет. Мы, например, знаем, что есть некоторые растения, это герань, там, розмарин. Не пахнет никак, притронулся и запах, он как бы оживает. Дети начинают воспринимать мир как живую систему. Мы начинаем чувствовать запахи. А мне нравится этот запах или нет? А какого он характера? А какие ощущения? Да, есть дети, у которых может быть аллергия. Если аллергия, мы избегаем. Или мы начинаем заранее с того, что в природе нет ничего враждебного для нас и что-то нам все-таки полезно. Тогда аллергическая реакция не исчезает, но она уменьшается. Если есть дети, которым это действительно вредно, мы просто не подходим к этому. Не подводим к этому. Но в основном, если это природные вещества, которые не отравлены ядами искусственными, а удобрениями, они, скорее всего, менее вредны. И визуальная дальность и близость. Смотрите, вред компьютера и телефона в том, что мы держим его на определенном расстоянии. Вот мы держим так и смотрим. Компьютер тоже так. А в жизни, когда дети бегают на улице, они смотрят далеко, близко, разное расстояние. А тут можно сказать, а присмотритесь, а там что есть, и они начинают присматриваться, присматриваться где-нибудь вдалеке. Найдите что-нибудь синего цвета, самое близкое. Они на себе ищут пуговицы. Вот у меня рисунок вот этот. А самые дальние, там небо. А еще дальше что есть. И они начинают на разных расстояниях искать цвета. Что-то похоже на сердечко, треугольники, квадратики, круги. Вы задаете игру найти вещи округлые. Формы на разном расстоянии. У них глаза начинают работать во все стороны. Это и есть, и шея движется, и активизируются мышцы. И мы развиваем этого его видения ребенка. То есть, не только с книжкой сидит на определенном расстоянии, там 20-30 сантиметров, а еще и далеко присматривается. Конечно, рисование на асфальте. Хотят, не хотят, они встанут на коленке скоро. И это тоже массаж для коленок. Лучшее лекарство для коленок. Правда, они у них очень четкие. Мы можем даже что-нибудь подложить. Какие-нибудь резинки, что-нибудь мягонькое на коленке, чтобы больно не было. Но чтобы не ранили. Немного больно, даже полезно. Главное, чтобы не ранились. Даже если поранятся тоже. Это считается, что ребенок, который вообще не болеет в детстве, у него не развивается иммунная система. Болеть 4-8 раз в год это нормально для развития иммунной системы. И были исследования, что африканские дети, у них очень много болеют, они желудочно-кишечными такими отравлениями, но у них нет рака. У них нет серьезных заболеваний. В Европе, наоборот, вот эти мелкие болезни, они сразу лечатся каким-то лекарствами, дети не болеют, но зато возникают более сложные генетические или неисцеляемые болезни. Умение анализировать, синтезировать информацию, генерировать идеи. Мы это даем детям, развиваем мозг. Каким образом? А давай сортируем деревья, покажите самое высокое, которое пониже, а самое низкое. Давайте расставим по порядку. Это в пространстве дерева они не могут менять. А вот, например, листики, камешки взять, расставить. А потом начинаем описывать. Когда мы описываем эти вещи, эти ощущения, чувства начинают... Вкус какой бывает? Горький, сладкий, терпкий, добавляется кислый. Дети начинают называть вещи. Когда мы называем вещи, мы начинаем ими владеть, чувствовать их. Описание предметов, расширение словарного запаса. Мы создаем коллажи из природного материала. Можно здесь на том же песке нарисовать рисунок палкой. Хорошо. А можно взять еще камешки, листики. Все это рисовать на камушках, на бересте. Да на воде можно рисовать. Можно листики расставить на воде и посмотреть, как они двигаются. Кораблики сделать из простых вещей, не из бумаги. А вот листка лопуха и деревяшки и сделать что-то типа кораблика. И посмотрите, как он плавает, держится на воде. Ухаживайте за огородом и животными, если есть живой уголок в детском садике или в школе где-то. Изучение растительного мира в естественной среде. Это очень важно, потому что мы показываем кино, мы показываем разные книги. Но в кино растение растет очень быстро, за несколько минут. А уметь терпение, видеть, как это растет каждый день, вот по чуть-чуть, по миллиметрику, это же развивает чувство терпения. Чувство терпения, чувство времени. Потому что время, какие-то наши желания растягиваются по времени и развивает вот такую волю. Воля развивается именно в медленном темпе. Взаимодействие, коммуникация с людьми, со взрослыми. Дети вначале больше общаются со взрослыми. Почему? Потому что кто-то из них должен уметь коммуницировать. Маленький ребенок часто не умеет это делать. Он смотрит и реагирует на наши реакции. Если мы ему говорим, что он хороший, то он воспринимает, что он хороший. Если мы говорим, что он плохой, он думает, что он плохой. Здесь дети начинают играть со взрослыми, а потом с детьми. Задача – научить детей вместе взаимодействовать. И как раз таки правила, этикет. Здравствуйте, до свидания, спасибо. Это правило этикета. Для чего нужно? Ну вот для того, чтобы развиваться. Вначале это механическое действие. Здравствуйте, спасибо. Или мытье зубов. Понимание смысла. Потом мы объясняем, почему это важно. Причем это надо повторять многократно. Регулярное повторение. И механического действия. И смыслов, потому что смыслы постепенно по-разному воспринимаются. Например, книгу, которую вы прочитали год назад и будете перечитывать сейчас, вы будете воспринимать совершенно по-разному. Вы заметите какие-то новые вещи. Поэтому смыслы тоже надо повторять. Это создает привычку, а привычка уже в характер. И благодаря этой цепочке мы чему учим детей? Культуре общения, дисциплины, общая культура, воля. Воля тоже практикуется таким же образом. Ну что, взаимодействие с окружающим миром и природой. Умение видеть красоту. Когда мы в уныне находимся, мы не видим никакую красоту. Все проходит мимо нас. Когда же мы счастливы, мы проходим и видим «Ах, Боже мой, какая роза красивая!» А листочек? «Ой, посмотри, ёжик побежал по дороге!» Мы всё это замечаем, когда у нас хорошее настроение. Когда плохое настроение, мы можем даже не заметить самую красивую розу, которая растёт. Почему? А вот так наш мозг в определённых эмоциональных состояниях выхватывает из окружения то, что хочет. Если вы хотите купить синюю машину определённой марки, вы начинаете везде в городе видеть именно такую машину. Почему ваше внимание сконцентрировано на этом? Вы это видите. И даже если вы в плохом состоянии видите розу, вы увидите «Боже, в какой грязи растёт эта роза!» Что-то там плохое рядышком. У него там лепесток завял, рядом что-то плохое. Люди проходят мимо, не замечают. Когда хорошее настроение, вы просто окутываете своей любовью эту розу, и она вам отвечает тоже тем же самым. То есть мы взаимодействуем с окружающей средой из нашего внутреннего восприятия. Здесь же ещё мы воспитываем детям уважение чужого труда через личный опыт. Если они начинают, они помогают в огороде, ухаживать за чем-то, убирать какое-то своё пространство, даже общее пространство, они видят и начинают уважать. Почему китайские дети сами в столовой готовят обед и убирают, а не везде там мучатся? А потому что таким образом развивают в них уважение к чужому труду. Пока ты сам это не сделал, ты не чувствуешь, не понимаешь, не уважаешь. Когда ты сделал и увидел, что я же могу, я создал чистоту, я создал красоту, это же реально. Во-первых, идёт внутреннее ощущение могущества. Я могу могущество, а это очень большое значение имеет в жизни для достижения поставленных целей. И идёт уважение к труду другого человека. Здесь, конечно, мы рассказываем о процессе создания предметов, участие в нём различных людей, различных специальностей. То есть идёт ещё и расширение для дальнейшей профориентации. То, что мы видим, вот мы видим красивый железный кованый забор. Кто там участвовал в этом? Во-первых, добытчики, которые добывали, шахтёры добывали, может быть, вот это железо. И добывали уголь, в котором плавится это железо. Учёные рассчитали температуры, создали условия конструкции. Обычные люди построили по этим чертежам, конструкциям заводы. В этих заводах есть печи, люди выдерживают эту температуру, они бросают туда кусочек руды, она плавит, превращается вот такое. Потом из этого вещества мастер берёт и куёт фигурные красивые узоры. Даже розочку можно сделать. Но сколько, через сколько этапов прошло, чтобы вот дойти до этого состояния, это уже получается глубокое уважение к чему-то. И тогда дети начинают больше уважать то, что они делают. И у нас осталось всего лишь два слайда до окончания вебинара. Но самоидентификация и самоценность. Ребёнок создаёт себя посредством оценки окружающих его людей. Когда его оценивают не так, ну, говорят, что он плохой или нехороший, он думает, что он такой и есть. У него нет самовосприятия, он воспринимает мир глазами других людей. Поэтому очень важно, очень важно показать наиболее ценностное качество ребёнка. Когда мы ему показываем его силу, говорим, какой он хороший, сколько в нём очарования, тогда ребёнок раскрывается полностью. И направить личность на развитие в определённых качествах. Мы помогаем ребёнку развивать качество. Какие качества нужны? Нужно волю. Мы говорим, что вот если он проявляет волю, то у него получается всё хорошо. Если он проявляет вот это качество, то у него развивается вот это. Можете это сделать чуть помню, пять минут спустя. И, конечно, адаптивность к изменчивым ситуациям. Изменение игр. Когда у детей меняются игры, меняются локации, перемена мест, где они делают, изменение ролевых моделей внутри игры, у них получается адаптивность к изменчивым ситуациям. Например, закрыли глаза и бегают, угадывают кто кого-то. Один бегает, другой закрывает глаза, потом меняется ролями. Один ввода, вот это ведущий и играющий, это смена ролей, смена, попытка понимать. И я, например, когда делаю эстафеты, очень рекомендую. Есть простая игра. Взять ложкой или чем-нибудь воду, перенести туда, чтобы залить. И когда один ребенок, одной эстафету проходит по пять-шесть раз, он набирается опыта. Один раз пройти туда, вылить воду и вернуться – это мало, это просто соревнование. Но когда он пошел, вернулся, прождал свою очередь, еще раз пошел, прождал очередь еще раз, он каждый раз думает, а как сделать, чтобы это было лучше? А как другие делают? У него развивается наблюдатель на своем мышлении, он может сделать ошибки, он учится на своем опыте. Например, в хорошее упражнение, вот я пришла на эстафеты еще, вот ведерочко, маленькая ведерочка, там 200-300 грамм воды, может быть, передавать назад. А они же не координируют, они будут поливать. Если там вода теплая, обычная вода летом, они если даже промокнут, уже хорошо, ничего с ними не будет. Они высохнут в летнюю жару, если не ветрено, то можно это использовать. И еще они привыкают координировать свои движения, даже если не видят. Можно таких упражнений сделать огромное количество. Вот столько всякого я вам рассказала, дорогие мои друзья. Я надеюсь, было интересно, полезно, и вы сможете использовать эти элементы для своих занятий, в своих уроках, чтобы использовать. Мне интересно, знаете что, я вижу ваши благодарности, большое вам спасибо, это очень греет. Что конкретно вас оцепело, какая информация оказалась, может быть, новой. Я понимаю, что то, что я рассказала, скорее всего, со многими вы знакомы. Я попыталась структурировать и напомнить еще разочек о некоторых вещах. Но, возможно, вы услышали что-то новое, что-то, которое запоминается и может быть использовано вами позже. Есть ли такое? Ну, ладно. Ну, на этом тогда я завершаю. Благодарю вас всех за участие. Желаю удачи, успехов, хорошо отдохнуть всем, друзья мои. И выхожу из сети, приглашаю Татьяну Викторовну. Она расскажет вам, как приобрести сертификаты. Ну что ж, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok